Елена, спасибо вам огромное, во-первых, что вы пришли, согласились на интервью. Вот вы на днях вернулись с Самойловского района, с поиска 12-летнего Артура Шмыглёва. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, как проходили поиски. Мы приехали туда с инициативной группой людей, которые с нашей группой Лизонька. Сразу пошли, зарегистрировались там в Лизе Алерт и начали ждать от них каких-то задач в поисках мальчика. Когда мы подошли к карте, которая висела около пункта, на самом деле она вся уже изрисована. То есть по карте практически все районы вокруг песчанки и браслежащих сел все просмотрено. Мы решили тогда, опять же, не ждать. Обратились к местным жителям, к нам подключились родственники мальчика. И мы все вместе начали уже осматривать само село, заброшенные дома. И какие-то колодцы. В 11 вечера мы вернулись в штаб. К нам подъехали еще там ребята. И мы в составе одного поисковика с Лизой Алерт пошли в лес. Это было, я считаю, какое-то издевательство над нами. Дошли до кромки леса, который стоял просто чистоколом. Я думала, что мы сейчас начнем обходить его, но поисковик решил с Лизой Алерт, что нужно идти на пролом. Начался треск деревьев, люди просто вот стеной шли на деревья. И они, я не знаю, там пройти практически невозможно, на мой взгляд. Рядом стоял дом на окраине этого леса. Мы зашли туда, и нам там парень молодой говорит, да, идите, смотрите, пожалуйста, мой дом, мои постройки. Вы уже четвертые. А так-то вообще не знаю, что вы там делаете в этом лесу. Вы уже четвертые его проходите. Тут уже прочесали, все до вас, 155 раз. А вас ночью сюда пустили, это вообще какой-то бред. Нет, здесь МЧС были, там спасатели, все-все-все были. У меня такое возмущение было после этого, ну как? Ну почему весь день световой мы сидели, и ночью, вот это какая-то прям вот... Ну почему они это как-то объясняли? Я не знаю, нет, нет, там они вообще очень неохотно идут на контакт. Когда люди к ним подходят, у них, ну я понимаю раздражение, я понимаю усталость, и все это вкупе, да, но люди сюда приехали не с соседнего поселка, люди приехали с Саратова. Можно иметь какое-то уважение, да, хотя бы. Да не только к этим людям из Саратова, вообще ко всем. Можно просто вкратце объяснить, ребята, вот здесь были, вот здесь были, вот смотрите, вот выбирайте ночью, вот есть такой вариант, хотите идите, хотите не идите. Вот, ну пока вот других вариантов вам предложить не можем, отпустить вас не можем. То есть контакта с Лизой Алерт, с людьми, толкового, нормального, грамотного, разъяснения возможных проблем, там, да, причин, нет абсолютно. То есть ты подходишь и как вот дурачок за ними бегаешь и просишь, чтобы тебе вот дали какую-то информацию, вот хоть чуть-чуть. Вы не боитесь, что вот критикой своей как-то настроите людей против себя, людей, которые вроде бы, но делают благое дело? На самом деле я ничего не имею против организации Лизой Алерт. Мне кажется, такие организации нужны, и даже, может быть, нужны даже какие-то дополнительные организации, у которых будут свои там, да, методы поиска. Это хорошие ребята, у них благое дело, они абсолютно нужны обществу, абсолютно нужны. И даже сомнений в том, что они молодцы, и это правильно, у меня нет. Есть недостатки работы. Работа с массой народа, да, с большим количеством, у них не отработана. Это бред, на мой взгляд, да, регистрировать просто сотни, сотни, сотни людей для того, чтобы потерять драгоценное, возможно, время. Люди злятся, люди, просто те люди, которые вот сейчас критикуют меня, да, возможно, их там не было, и они не стояли часами в этой очереди. Но люди, которые стояли там и знают, о чем я сейчас говорю. Они с вами согласятся, да? Я думаю, что они, конечно, со мной согласятся. Вы сказали даже, что Лиза Алерт попиарилась на поисках Лизы. После поисков Лизы там было награждение. Лизу Алерт, поисковый отряд, награждали за хорошую работу. Хотя я считаю, конечно, что не Лиза Алерт нашла мою дочь. Ну, никак она к этому отношения не имела. Ее нашла полиция. Начнем с этого. Это только профессиональная работа полиции. Лиза Алерт, да, она старалась, да, она пыталась, да, она сделала все возможное. Только благодаря полиции. Эта работа их была проведена, конечно, ну, я считаю, на пять. Хорошо, что вы это говорите, потому что сейчас правоохранительные органы как-то сильно уже дискредитированы. И многие ругают, и никто, в общем-то, не хвалит. Поэтому ваши слова, я думаю, они, ну, ценные и важны. Скажите, пожалуйста, ну, вот в силу того, что вы сейчас много занимаетесь поисками, возникла такая информация, что вы создали якобы свой поисковый отряд. Это фейк или это правда? Нет, это полный фейк, да. Как бы никакого поискового отряда я точно не создавала. У меня другие задачи. Они создали поисковый отряд, мои друзья, и я абсолютно не вижу в этом ничего плохого. Мне кажется, наоборот, чем их больше, да, тем лучше. Что за отряд, как он называется? Он называется «Прорыв». Они просто организовали несколько поисковых отрядов в один в соцсетях, и вот сейчас пытаются его наладить, его работу, да, чтобы вот это все тоже было в помощь, Лизе Альерт. Потому что такие отряды, это, ну, как мы сейчас видим, это очень, ну, сейчас нужно, наверное, потому что такое вот время у нас мы, наверное, живем. Елена, вы когда спустя несколько дней после трагедии выступили с видеообращением, где поблагодарили саратовцев за помощь, которую они вам оказывали, люди по-разному очень отреагировали. То есть появились различные комментарии, где люди, ну, как-то вот нашли ваше обращение как-то неуместным, легкомысленным. С другой стороны еще, ну, вы красивая женщина, да, красивые женщины вообще раздражают, а когда красивая женщина остается красивой еще и в горе, то это вообще уже за пределами какого-то общественного, знаете, терпения. Вот вы читали эти комментарии, что вы вообще думаете вот на поводу такого? Я вообще не читаю комментарии, считаю, что мне это сейчас не нужно абсолютно, да. Потрепать себе нервы я всегда успею. На самом деле я вообще не считаю это внятным текстом, да. Мне кажется, это просто набор какой-то был, да, слов. Я, мне кажется, вообще не понимала, что я говорю. Почему вам важно это было сделать? Мне очень важно было это сделать, потому что я до сих пор испытываю колоссальную благодарность тем людям, которые нам пытались помочь. Колоссальнейшую благодарность, потому что, действительно, я могу это повторять много-много раз, потому что то, что мы увидели, просто поражает. Поражает тем, что насколько сплоченно все это было, насколько сильное желание у людей было помочь. И я даже не ожидала этого. И, в общем-то, даже и сейчас с мальчиком, да, из города едут, это не ближний сет, это 200 километров, да. И люди, несмотря на все, едут, помогают, потому что это дети. Вам вообще город Саратов казался разобщенным раньше? Я не задумывалась об этом. После этого, конечно, я понимаю, что если у меня были какие-то там злости какая-то на кого-то, там, я водитель, да, на дороге, там, где-то в магазинах, в транспорте, еще что-то, да, то сейчас я думаю, что это все пустяки. Просто надо смотреть шире на всякие ситуации, которые, да, вот бывают в жизни. Эта ситуация показала нам другой облик нашего города и других людей с другой стороны. Вот вы создали в соцсетях такой инициативный проект, можно сказать, целое движение, да, в рамках которого обещали реализовывать различные направления деятельности. Вот вы вообще раньше уже пытались как-то людей объединять? Вы занимались общественной деятельностью? Нет, никогда и никогда в планах у меня подобного не было. И вот эта ситуация, она меня сподвигла на то, чтобы помочь другим детям и их родителям, да и вообще, мне кажется, всему городу, да, задуматься о той проблеме, которая остро сейчас стоит не только в Саратове. Это и другие города, я не говорю о крупных городах, может быть, там этого нету, я не знаю. Но могу сказать, что по Саратову эта проблема очень ужасна. Вы имеете в виду безопасность детей в целом или вот конкретно дороги к школам? Вы знаете, тут можно говорить и о безопасности детей в целом, и о дороге в школе, потому что все это взаимосвязано. Дети же ходят не только дорогами к школе, правильно? Они ходят везде, собственно. И вот это везде, где есть опасность, ее нужно устранять. Есть у нас на это деньги? Нет. Есть желание? Нет. Этого быть не должно. Чтобы в следующий раз мы, не дай бог такая ситуация, чтобы мы в следующий раз не винили себя, ах, мы могли это сделать, а мы прошли мимо и отвернулись. Вот и все. Или потратили деньги куда-то не в то русло, к примеру. Ну вот сейчас в вашем чате, Лизонька, насколько я знаю, вот на вчерашний момент состояло уже почти две тысячи человек. Это, я так понимаю, люди не только из Саратова, да, но и из разных городов. Да, у нас очень много людей, и у нас даже, по-моему, с других стран там люди состоят в группе. И это на самом деле серьезная проблема, которая вот все готовы быть задействованы, и просят даже некоторые моменты, комменты были о том, что давайте расширяться, давайте вот пойдем по области для начала. Потому что мне вот из области тоже очень много людей звонит. И я же побывав вот в селе Песчанка, я вообще наблюдала страшную картину, когда на все село, село имеет там больше двухсот домов, а у них два фонаря, грубо говоря, на село. Даже на школе нету света. Школа освещается светом из окон. Но это о чем-то говорит. Нету нормального подъезда, нет асфальта, нет даже тропинки, по которой можно пройти и не переломать себе ноги. И сейчас, я так понимаю, вот информация в чат стекается с разных городов, да? Да, да. То есть у вас уже есть какая-то картина, не только по Саратову, наверное, да, но и в целом по стране? В общем-то, картина, да, у меня очень печальная. У нас молчит практически центр по школам, по Саратову центр. У нас всего одно обращение с Волжского района, от восьмой школы. И, на мой взгляд, их проблемы, конечно, это ерунда. По сравнению, например, с поселком Юриш, например, с поселком Поливановка, да, вот там действительно проблемы. И странно, да, почему, например, в центр, да, больше уделяется внимания, значит, на это есть деньги. Какие есть средства. А на периферийные районы, что, денег не нашлось? Или там живут другие люди? У нас очень много школ с заводского района, очень много с Ленинского. Штуки две или три школы с Кировского. И вот с Волжского одна. Ну, то есть все, Фрунзенский, Октябрьский у нас молчат. Но я больше считаю, что ленятся, потому что всем сложно взять, сесть и сделать. И вот эта, наверное, группа, да, создана для того, чтобы вот двигать людей. Давайте, у нас вот есть сроки, вот мы за эти сроки давайте сделаем вот это, давайте сделаем вот это. И когда есть какой-то двигатель и видит, что другие, как показатели, другие родители работают в этом направлении, и остальные подтягиваются. А что вы дальше будете делать с этой информацией? Расскажите, пожалуйста. Мы подали обращение Михаилу Исаеву, коллективные. У нас их очень много там оказалось. Потом присоединились к нам еще несколько школ. Они тоже вот ожидают, когда у меня будет возможность предоставить их по адресату. Потом я была у Татьяны Загородни, она говорит, вы должны их продублировать еще мне, чтобы я могла их курировать также со своей стороны. Параллельно с этим мы отправили обращение с более серьезными проблемами в Москву. Еще депутатам прикрепили к этому всего фотографии. Мы сделали рейды. То есть это не просто голословные слова на белой бумаге. У нас еще реальные фотографии мест, подписанные фотографии, где это место, что это место. От Татьяны Загородни интерактивная карта, на которой мы все эти места отмечаем. И любой абсолютно желающий может зайти и посмотреть конкретно, где этот люк открытый, где это разрушенное здание или там еще что-то. И хочу заметить, что после вот этих вот обращений прошло буквально там несколько дней. Я не беру в расчет свою школу, потому что здесь громкое такое дело, и здесь, естественно, службы сразу начали работать. Я говорю только за другие школы, где буквально через несколько дней люди стали отписываться в чат и говорить, Леночка, мы не можем поверить своим глазам, у нас началась работа, у нас убрали мусор, который десятилетиями здесь лежал, и никому он не нужен был. У нас убрали там сухостои, которые нам мешали пройти, там люки закрыли. То есть вот это чувствуется, что я согласна, возможно, это было в проекте давно, и здесь просто как получилось толчок такой, да? Вот этот толчок, и люди начали замечать. Как вообще власть вот сейчас к вам относится? Слышит ли она о вас? Есть какая-то обратная связь? Михаил Исаев пригласил меня любезно на собрание, которое проводит регулярно Леонтьева Наталья Витальевна. Пока у нас было на прошлой неделе одно собрание, вот на этой неделе нам обещали еще одно собрать. Там были главы районов, которые конкретно, прям вот мы разбирали каждую школу по обращению, мы не пропустили ни одной. Будет ли что-то сделано? Я очень надеюсь, и мне бы хотелось в это верить. Я знаю, что вы были на приеме у Вячеслава Володина дважды. Я ходила со своим супругом в приемную, в Саратовскую, Вячеслава Володина. Дали, значит, обращение. Через месяц пришел ответ. Ответ меня полностью удовлетворил. В обращении было сказано про гаражи, которые около 73-й школы представляют до сих пор опасность для детей, про освещение. Единственное, остался открытым вопрос про гаражи, которые сейчас, ну, вроде как, да, со слов, опять же, идет инвентаризация. Когда она закончится, мне никто ничего не говорил. Я так понимаю, что это такой масштабный проект, и понимаю так, что, скорее всего, это не только по нашим гаражам идет инвентаризация. Мне бы хотелось верить, что она идет по всему городу. И будем ждать результатов инвентаризации. Ну, вот какой конкретно помощи вы хотите от него? Вы можете сейчас это проговорить? Естественно, меня больше всего волнуют гаражи. Это очень страшное место. И не только потому, что там около 73-й школы, что там произошла эта трагедия. Я лично ходила по другим школам и видела эти страшные подходы, и их нужно убирать. В любом случае, закрывать, делать все возможное, чтобы их не было. Вот это, конечно, меня волнует сейчас больше всего. И мне кажется, если случится это, наши люди поверят в справедливость. Наверное, так. Вообще много школ в таком запущенном состоянии в Саратове? Мне в Ленинском районе показалась безумно страшная школа номер 46. Это и подробная. У нее с одной стороны получается дорога, и там и освещение, и как бы все в приличном состоянии. А с другой стороны, там идет глухой массив гаражного кооператива. И вот там страшно. А в целом ситуация? Она такая по городу везде. Это не только. Я слышала там и по 106-й школе, и вообще много всяких школ, у которых такие вот именно проблемы. Скажите, вот сейчас безопасные дороги к школам – это ваше главное направление, или есть другие тоже направления, в которых вы работаете? Чат Лизонька, в общем-то, и создавался для аккумулирования вот этих вот проблем, безопасных подходов в школе, чтобы мы понимали конкретику, нам их доносят люди, которые непосредственно вводят своих детей в эти школы разными путями. Поэтому вот мы занимаемся конкретно только этим. Случай с мальчиком просто нас сплотил, да, и мы использовали вот этот вот чат для помощи. То есть, когда мы найдем мальчика, и дай бог, что все было хорошо, мы, наверное, естественно, тему просто прикроем и будем продолжать. Да, мы еще, собственно, продолжаем. То есть, это главное направление, да? Да, конечно, безопасность детей – это главное направление в нашем чате. Слушайте, но там такое количество людей, такое количество сообщений. Вы сами вот все это читаете, или у вас есть модераторы, которые помогают вам, отслеживают что-то важное? Да, у меня телефон постоянно со мной, я пытаюсь немножко абстрагироваться, но душа болит, как говорится, да, и все время вот я постоянно читаю. Я читаю весь чат абсолютно, полностью. Я стараюсь отвечать людям, потому что помимо чата мне пишут в личные сообщения, много чего пишут. И я стараюсь быть на связи со всеми, потому что мне кажется, сейчас это важно. И если вот этот момент упустить, не будет взаимоотдачи, что ли, какой-то. Если я где-то упущу, то у меня какой-то вот есть, я не могу это никуда деть, да, оно, вот мне хочется помочь, и все. И я вот пытаюсь для этого человека, мне уже там говорят, да зачем ты время свое тратишь, да ты что, да это все ерунда. Я говорю, нет, надо сделать. Потому что раз человек обратился, значит, у него уже наболело. Где вы черпаете силы, где вы черпаете энергию? Мне хочется, я не знаю, я считаю это своим долгом. И тут даже не идет вопрос о том, чтобы отсидеться дома на диване, да, и посмотреть, как другие это делают. Надо изыскать возможности, да, и сделать это. Чтобы потом тебе за себя же саму не было стыдно. Но это мне, у меня так. Поэтому, и, наверное, изыскиваю возможности, вот, да, оставляю Тимошу, еду, потому что, а вдруг, а вдруг, а вдруг это вот мы сделаем, а вдруг мы найдем. Потому что, ну, безучастными здесь нельзя быть, это же дети, они, ну, они общие. Как можно выделить? Это маленький человечек, да, который полностью под защитой взрослого. Его нельзя вот просто взять и бросить, потому что тебе лень, и все. Мое мнение. Что придает вам силы жить? Работа. Я себя гружу на такой степени, что ни на что другие, другой у меня просто времени сейчас не остается. Я выматываюсь до такой степени, что я ложась спать, я просто проваливаюсь в сон. А утром у меня будет будильник. Все. Вот только это. И весь день я как пчела. Весь день у меня одно, второе, третье. Вот, наверное, я просто вот сейчас тороплю все дни, пытаюсь максимально все сделать, и, наверное, вот это меня сейчас спасает. Я окунулась полностью в эту деятельность, пытаюсь добиться результатов. Наверное, вот так. Вы считаете, что вот этот результат, что ваши добрые дела и возможность что-то изменить будут лучшей памятью Олези, верно? Да. А вы верите в то, что вот в нашем городе Саратове, таком достаточно консервативном, консервативном, глухом, достаточно малоразвивающемся, можно что-то реально сдвинуть. Конечно. А почему нет? Можете? Я одна нет, но я не одна. Но вы не одна действительно. Я не одна. Нас много. Позже много теперь уже. Да. И я думаю, что вместе мы сделаем. И если мы уже вместе не сделаем, ну тогда я не знаю. Тогда будем уповать на Бога. Наверное, так. Вы не думали о том, чтобы вот что-то реально изменить, нужно самой стать кем-то? Я имею в виду вот уже такую прицельную какую-то общественную карьеру или, может быть, статус депутата. Ну, конечно, рано об этом говорить, я понимаю, но все-таки. Наверное, на том этапе, на котором сейчас я, я не думала об этом. Я сейчас просто вот представляю тех родителей, да, просто как представитель, может быть, да. Вот поэтому, может быть, меня Загородняя сделала общественным помощником, там, да, при ней, чтобы вот... Пока мне этого достаточно, на самом деле. Мне хочется вот просто со стороны людей обычных, да, понять проблемы эти. Не со стороны чиновников, там, да, со стороны власти. Со стороны обычных людей пройти все эти ступени и понять, а можно ли что-то добиться обычному человеку? Есть способ? Или это просто вот попытки, которые, ну, в итоге ни к чему не приведут? Вот просто интересно. Обычный человек, который старается для, не для себя, для своего будущего, да, для будущих наций даже той же, да, сделать какие-то конкретные шаги. То есть у вас своего рода эксперимент такой общественный? Да, да, да. Ну, мы все посмотрим, чем закончится этот эксперимент. Мне тоже будет. Будем вам помогать, конечно же, все, чем можем. А вообще вот люди, настроение людей какое? Вы просто общаетесь с очень большим количеством людей, и у вас есть, наверное, вот этот эмоциональный и общественный срез настроений. Как вообще вот люди настроены? Как они живут здесь? Люди всегда ругали власть. Не только в Саратове, а вообще, мне кажется, по всей России. Ругают чиновников за их бездействие. Как допустили такое, что вот мы сейчас бьемся, да, за безопасность детей? Не каких-то там, да, старушек и так далее, которые вся жизнь уже там за плечами, а просто молодое поколение, будущее, которое видит своими глазами, то, что ему видеть вообще не надо просто, да? Это формирует не только вот будущее у ребенка, да? Вообще вся психология в целом у ребенка, она меняется. Сейчас у чиновников, да, вот я говорю про Саратов, может быть, Москва нам поможет, конечно, хотелось бы надеяться, обратить на нас внимание, чтобы изменить эту ситуацию, немножечко реабилитироваться в глазах тех людей, которые просят о помощи, о действительной помощи власти. Ну что же, будем ждать тогда, когда власть пожелает реабилитироваться, и будем надеяться, что вы как раз будете, ну, вот этим вот маячком, который нам, может быть, поможет хотя бы в одном направлении что-то к лучшему изменить. Спасибо. Бог вам в помощь. Спасибо. Спасибо.